здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске наступивший кризис всех подвел даже оппозицию ребята хотели написать статью как богатые богатеют и вдруг с ужасом обнаружили что богатые беднеют раз в доходах сокращается видел чудеса техники но такого ну что спорим что это правда или не совсем рубрика сегодня россия нищает особенно сильно классовый разрыв состоятельные россияне богаче малоимущих в девять раз если учесть олигархов депутатов и других слуг народа расслоение общества будет еще большим пишет на сайте свободная пресса уважаемая анна седова и продолжает разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян в 2021 году составила 8,6 раза подсчитали в аудиторской консалтинговой сети финэкспертиза на основании данных росстата правда самых богатых граждан страны с многомиллионными доходами в исследовании не учитывали вместо этого авторы разделили все население на пять равных по численности групп в первую из которых вошли граждане с наименьшим доходом в пятую с наибольшим хотя его сложно назвать действительно высоким как считают эксперты финэкспертиза в ближайшее время разрыв между россиянами начнет выравниваться вот только не за счет того что бедные разбогатеют а потому что доходы состоятельных граждан снизится из-за ухода крупных международных компаний из россии и общей волонтильности на рынке мы будем просто нещадно бороться с лицами живущих на допустим не трудовые доходы если и существует от для политических экспертов и журналистов то он выглядит как необходимость занимать строго одну заявленную точку зрения чтобы от статьи к статье тебя не мотала сегодня критикую путина за то что уходят крупные международные компании а вчера я критиковал его же за то что он пустил эти компании в россию а завтра если вдруг эти компании вернуться или же выяснится что они только сменили вывеску я снова буду критиковать путина что не дает развиваться своим местным то они ругались что из-за нашей политики в сирии путин загнал россию в международную изоляцию а то они же почему россия волнуется из-за мнения каких-то международных организаций и других стран они гнет свою линию что же касается разговоров о расслоении то она кажется было максимальным именно в период когда у кпрф было большинство в думе вот они там в начале статьи цинично ухмыляются что статистика мол не учитывает цитата олигархов депутатов и других слуг народа это вы простите геннадий андреевич имеете ввиду или рашкина опять же интересно почему наш народ рассуждая про плохих и вороватых депутатов никогда не делал исключений для коммунистов вот не приходилось слышать оговорок типа но кпрф овцы они не такие там депутаты честные а вы все здесь молодцы и что самое интересное тезис журналистов не подтвердили даже эксперты которых они сами же выбрали про расслоение про то что богатые богатеют а бедные беднеют кстати уважаемая анна седова сама же начала свою статью что на сей раз разрыв сокращается потому что беднеют богатые ну тоже начали с этого но потом сама же забыла и съехала в колею привычной пропаганды да вот эксперт подкачал сказал не то что надо и все ее построения порушил цитируем формула богатые богатеют а бедные беднеют работает лишь в условиях дикого рынка а мы все-таки живем в цивилизованной стране развитые страны давно ушли от этого и стараются регулировать распределение благосостояния в обществе короче даже опрошенный эксперт не дал волю покритиканствовать я это сделал не в интересах истины в интересах правды друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра на нашем канале новый выпуск не пропустите